assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuhse для проекта халяль.ru я рассказываю о халяльной косметике всех еще раз вас приветствую, девчоночки привет ну что, продолжаем дальше рассказываю дальше это будет помада сегодня помада фирмы Фармаси потому что всю продукцию, которую я сделала повторюсь, у меня в предыдущем видео было я заказала на мейкапе и я заказала турецкую фирму Фармаси решила выбрать себе помаду бальзам-то губ, гель для душа ну и по мелочи вот сегодня я вам расскажу о вот этой вот помаде вот такая вот помада сейчас, секунду, девчонки что-то не получается о, получилось единственное, что повторюсь значка халяль, к сожалению, на ней нет но на сайте есть уже, наверное, на первый раз и повторяюсь но лучше я лишний раз скажу еще раз выглядит она вот так, девочки то есть очень аккуратно очень хорошо цвет я выбрала более нейтральный аккуратный такой, что можно на каждый день потому что сильно очень кричащий, яркий мейкап нельзя девочкам, мусульманкам делать нежелательно то есть по исламу у девушек должен быть красивый макияж она должна красиво одеваться дорогие ткани, шелка драгоценности одевать и должен быть красивый макияж но он не должен быть кричащий то есть он не должен быть именно крикливый но он должен быть со вкусом и все как положено сделано так вот выбрала я эту помаду не зря она у меня на каждый день очень удобно в моей работе так как я очень больше 10 часов я как бы работаю непосредственно и мне очень нужно аккуратно, чтобы выглядеть даже с учетом того, что мы все равно находимся в масках и ходим в масках как положено но это не означает что мы не можем пользоваться губной помадой даже под маской, девочки истинная девушка она всегда станется истинной девушкой даже если носятся маски как положено сейчас хотя вот допустим когда снимаем мы видео рассказываем это тот самый классный момент когда можно показать эту помаду можно накраситься можно кайф получить потому что ну все выдержки идут по тому, чтобы не было людей там полтора метра все остальное антисептики вот но в то же время можно как раз таки себе любимую побаловать там сделать красивый макияж подобрать красивую помаду потому что все равно какие-то праздники у нас тем более да уже впереди идут праздники у нас идут дни рождения когда мы собираемся в кругу семьи и всегда хочется то есть выглядеть красиво чтобы и там твоя мама или твои там тетя бабушка они всегда смотрели они радовались что она такая красивая все ну это каждой девушке хочется независимо от того какой она веры да и очень сейчас хочется именно больше что-то натурального что-то чтобы меньше было этой химии чтобы меньше было вот этих всех вредных веществ хочется чтобы это было то что не вредит природе что не вредит животным что можно использовать каждый день и это будет не во вред твоей коже в этом смысле вот это мне нравится очень классно так же как вот допустим с какими-то помадами какими-то бальзамами гелями для душ какие-то масла для тела особенно вот если будет возможность мы вам расскажем о масле черного тмина оно очень популярно и очень-очень позитивно и положительно для организма и как бы в широком спектре этого слова для организма как и в декоративной косметике его используют так и в продуктах питания добавляют это очень популярно особенно среди исламских стран то есть вытяжки с черного тмина они это очень популярное масло так вот вернемся к нашей помаде я заказала ну там было три варианта ярко-красная очень красная девочки сразу же там прям кораллово жгучо красный цвет потом цвет гнилой вишни он очень-очень темный но это очень хорошо подходит такой цвет для смуглой кожи вот если допустим девочки смугленькие у них более склонность к смуглой коже шикарно смотрится то есть там чуть-чуть не надо там много наносить эту помаду буквально тонко аккуратненько и выходит шикарно просто смотрится личико заиграло выражение совершенно другое очень красиво смотрится а для таких как я светлокожих лучше все-таки более пастельные тона они нежнее смотрятся не так грубо вот сегодня попробую вместе с вами еще раз нанести так как я уже наносила но я покажу как оно визуально выглядит когда уже непосредственно используешь такую помаду и как оно будет выглядеть ну давайте попробуем буквально чуть-чуть я вам скажу так 2 секунды эффект вы видите сами уже непосредственно то есть очень аккуратно очень красиво по-моему неплохо ставьте свои комментарии ставьте лайки по этому поводу скажите нравится не нравится можете кстати сказать подходит она мне не подходит если не подходит почему я выслушаю все ваши комментарии если будет возможность сразу же поотвечаю по возможности очень быстро но по-моему я так вот на себя смотрю мне очень я правильно выбор сделала мне очень нравится и в то же время она очень мягко кремообразно наносится есть матовые конечно помады есть помады блески блеск хороший удобный но когда носите маску вот этот блеск он впитывается в маску это неудобно матовая она конечно классная но есть минусы когда начинает чуть-чуть стираться вот эта матовость видно маленькие трещины микротрещинки которые бывают иногда когда обветренные губки и когда допустим сама текстура губ она чуть-чуть более другая вот такая кремообразная помада она в этом смысле очень хорошо хорошо ложится она не показывает этими микротрещинками наоборот закрывает их непосредственно но по-моему неплохо вот я чуть-чуть даже поближе стала мне нравится я считаю что выбор у меня сделан очень удачный но если вам не нравится что-то не так вы пишите в комментариях мы об этом обсудим девочки мы для этого здесь как раз собираемся обсуждаем косметику что красиво что некрасиво что хорошо что будет классно а что будет не очень вот почему допустим эту можно назвать косметику халяль а почему ту нельзя мы это все обсуждаем сразу же поэтому вы можете сразу же писать мы будем отписываться как положено еще кстати то же самое как вот и на бальзаме с одной стороны как бы все как положено да переводы есть по поводу того что-то с мейкапа заказано вот у них такой когда с мейкапа они еще клеят вот такую наклеечку видите со своим штрих-кодом помимо того что это вот с торса потому что когда если вы будете в формате заказывать эту помаду вот такой вот наклейки не будет это будет уже это только с мейкапа когда заказываете вы учтите и внутри тоже есть перевод то есть внутренней коробке опять таки тоже присутствует перевод то есть как они делают они делают наружной и когда если не хватает места но должно быть побольше все положено расписано они добавляют внутрь этот перевод и можно раскрыть коробку и так же само посмотреть у них есть еще серия матовая и серия просто именно классической помады но там идет сетка более яркая пастельных тонов чуть меньше есть бежевые тона есть пудра есть нежно-розовые кто очень любит допустим такой вот мягкий какой-то цвет и есть уже более агрессивный цветовая гамма но опять таки все зависит от того кто любит если допустим независимо от того любая девушка берет себе и ей нужно именно сделать яркий макияж допустим потому что какой-то очень определенный праздник и это допустим не связано с празднованием там в кругу семьи да она конечно может сделать чуть ярче мейкап ярче выражение глаз но опять таки вот допустим сюда я сейчас могу нанести уже сурму черную на внутреннее веко и уже у меня будет совершенно такой ближе к вечернему макияжу будет у меня мой макияж уже то что в будний день да более дневной он мягкий это больше просто брасматик ну или тушь да для ресниц корректор и кто если пользуется тональным кремом я допустим девочки очень редко пользуюсь честно говорю больше пользуюсь компакт пудрой но в редких случаях опять таки крем брасматик бальзам или помада и сурма это вот в основном мой макияж на утреннюю для ну как бы для работы если уже это идет праздник какой-то я уже добавляю чуть другую сурму и чуть ярче делаю допустим вывожу веко все ну и чуть ярче помаду то есть более ничего единственное что если где-то там воспалился как у нас бывает иногда прыщик где-то появился то что нам не нравятся вот эти красные точки да тогда я уже стараюсь чуть-чуть убрать специальный крем который имеет легкий тонирующий эффект и наносить непосредственно но об этом все в дальнейшем я вам буду рассказывать поболее подробнее так же оставайтесь с нами на канале я вам буду все это больше рассказывать если что-то нравится ставим лайки ставим себе звоночек чтобы не пропускать наше видео подписываемся обязательно потому что у нас еще впереди очень много разной косметики мы будем стараться по возможности будем брать допустим линейку одну косметики фирмы а потом линейку другой косметики фирмы и будем стараться вам рассказывать более интересно хотя именно круг чтобы было со значком халяль как мы вам находим непосредственно очень-очень узкий но мы будем стараться его расширить чтобы можно было не только такой косметикой пользоваться но и другой косметикой тоже пользоваться поэтому оставайтесь смотрите следите пишите мы будем очень рады будем вас ждать обязательно до новых встреч всего доброго до новых встреч